Девушки отдыхают В надежде на большую прибыль, девушка отдала все свои сбережения подруге на развитие бизнеса. Но все пошло не так, как она запланировала. В чем причина? Обман или производственные риски? Разберется суд. Татьяна Юрьевна, когда вы писали контракт, вы читали его? А я имею право. Я знаю, что я имею право, если на муж военный. Больница оплатила выпускнице медицинского вуза ординатуру. Но девушка передумала быть врачом и не считает, что должна вернуть деньги. Она свободный человек. Или она заблуждается. Я же с ним расплатилась за телевизор, за плазму 3000. Я ему со своей карты перевела. Ты орешь, хорошо слышно. Истеричка. Спасибо, Истин. Мужчина переехал жить к соседке и перевез к ней свою бытовую технику. Спустя полтора месяца женщина выгнала сожителя, но вещи отдавать не желает. Утверждает, что заплатила за все. Истец требует, чтобы подруга вернула ей долг. Ответчик не собирается возвращать деньги. Пожалуйста, Анастасия Ивановна, слушаем вас. Ваша честь, я хочу вернуть свои деньги, которые вот эта эфиристка должна мне в сумме 200 тысяч рублей. Дело было так. Семь месяцев назад у нас была встреча одноклассников. Мы с ней в прошлом одноклассницы. Разговорились о том, о сём, выпили, расслабились. Я вот сказала, что с мужем развелась и при разделе имущества получила 250 тысяч рублей за покупку в браке автомобиля. Она говорит сразу, как бы сказала мне, что можно, выгодно и очень хорошо выложить эти деньги. Говорит, ты знаешь, я вот открываю свой маникюрный салон. Говорит, но не хватает немного денег. Уже я и ИП зарегистрировала своё, и ремонт делаю в таком хорошем месте, сняла помещение. Осталась мелочь, купи там пару маникюрных приборов там немного, кресел и всё. Что в банке брать кредит очень большие проценты и как-то невыгодно. А так бы она получила и статус, и как бы и своё дело, и всё. Если я вложусь, тогда она будет начальницей, а я непосредственно, она меня сделает, именно сделает, директором. И 30% мы будем платить нашим работникам, специалистам. 20% за аренду и за коммунальные услуги. А 50% мы делим именно пополам. Я дала мне вот эти... Где-то у вас что был вообще, как договор заключён? У нас не договор. Она написала мне, ваше честь, вот эту расписочку. Через приставы мне расписку. Могли через... Я отдала деньги, жду, прошло время. Первое время она мне, да, она отвечала, говорила, что всё в порядке, дело двигается, осталось малость. А затем вообще раз и исчезла. Почему исчезла, простите, ваша честь? Подождите минутку. Истец. То есть она в расписке написала, да, что, значит, занимает у вас 200 тысяч рублей, обязуется вас сделать директором салона и делить с вами прибыль 50 на 50. Да, да. И что произошло туда? Произошло следующее. Она перестала, после она перестала отвечать на мои телефонные звонки, на смс. Кстати, ваша честь, вот у меня есть смс, вот она. О чём смс? Кстати, я вот здесь сделала распечаточку и зарегистрировала нотариуса, чтобы видно было. Можно через приставы передать? Передавайте. Я ей написала, Инга, когда ты долг собираешься давать, я ждать не буду, буду обращаться в суд. Она никак не отреагировала. И вот пару недель назад я смотрю в инстаграме, эта красотка по Москве шагает в новой шубе, в сапогах за 25 тысяч, косметически накупила дорогущих. Я такая довольная, не мешает, все слова не давали. Не имеет никакого отношения к шуббинницу. Так есть шмотки за что покупать, пускай вернёт мне мой долг, мои деньги. Это не мои деньги, не деньги её. А мне без разницы. Ты взяла деньги, ты написала расписку, ты обещала. Я обещала прокачать цель прибыли. Прибыли нету, в вашем случае. Ты мне обещала сделать директором, это в расписке указано. Ты не сделала мне ни директора. Дело никакого не пошло. Истец, что всё-таки с салоном-то произошло? Открылся салон или нет? Суть в том, что она потом не объяснила, что якобы, когда она заказала в Москве вот эти стойки, эти столики специальные все для салона, пострадали в ДТП, разбились полностью и уже непригодные. Кто? Стойки салона пострадали в ДТП? Машина попала в ДТП. А, машина, которая их везла, да? Да, и все столы, и всё раскупилось. В общем-то, я так понимаю, салон так и не открылся. Нет, салон не открылся. И долг вам ответчик возвращать в добровольном порядке отказался? Да, отказалась. Ваша позиция мне понятна. Ответчик, иск не признаёте? Я иск не признаю. Деньги-то брали? Деньги брала. Расписку писали, подпись ваша. Да, но всё пошло не так, понимаете? И вот Настя, она сейчас просто делает вид, что она бедная овца, изображает из себя жертву. Ваша честь, самое главное, почему она ещё говорит, да, то, что я не отвечала, она подсылала ко мне своего двоюродного брата, который бывший уголовник вообще, вы представляете? И ко мне с угрозами его подсылала, а что мне делать? Конечно, я перестала отвечать на звонки, мне вообще надо спрятаться. Она подсылала-то его что, чтобы он вас как-то вынудил в долг вернуть? Пугал, запугивал, конечно. Она всё подсылала, это всё известно, что у тебя двоюродный брат, это всё поднимается в делах. Наверняка это всё можно сделать. Отвечик, но это всё замечательно. Скажите мне, пожалуйста, деньги брали? Да, я деньги брала. Почему не отдаёшь? Я же изначально брала деньги на развитие бизнеса, именно на развитие. Понимаете, это не инвест-контракт между вами, что истец стал инвестором вашего бизнеса, бизнес прогорел, все несут риски. Это долговая расписка, взяли деньги в долг. Нет, там же чётко в расписке я написала о том, что я с прибыли ей возвращаю. Прибыли-то нет, возможно, ещё всё и получится. Но, понимаете, всё пошло не так. У вас просто срок не указан в расписке возврата, понимаете? Вот именно, что и срока нет. А вот эти обстоятельства, то, что вы здесь дописали, никакого правового значения не имеют. С чего вы будете возвращать? Это несущественные условия договора займа. Я знаю, если ничего не получился, естественно, чтобы возможны риски. Я сразу сказала, понимаете, просто я говорю, если всё получится, то мы заработаем деньги. Если нет, то, естественно, мы останемся без денег. Я ваша честь... В данном случае тогда заключается инвестиционный договор, а не договор займа. Но я всё не знала, и так, понимаете, я всё сама сделала. Знание закона не освобождает от ответственности. Так я понимаю, ну так там же написано с прибыли, прибыли-то нет, с чего я её верну. Понимаете, Настя, она просто уже нафантазирует. А это уже ваша проблема, с чего вы ей вернёте? Деньги взяли, надо отдавать, всё. Ваша честь, прошло 7 месяцев, вот у меня есть фотография, кстати, вот. Ну, знаете, чтобы было лучше видно, я её сфотографировала. Да нет же, ваша честь, послушайте меня. Вот, до сих пор помещение на ремонте, до сих пор. Так это всё на ремонте, в том-то и дело, она же палец о палец не ударила. У меня вот есть всё, у меня есть все квитанции, чеки, на что деньги потрачены. Это же всё есть, вот они, на что деньги ушли. Я потеряла намного большую сумму. Ну, я решу, забирать у вас документы или нет? Да, 220 тысяч рублей я заплатила за стройматериалы. Здесь есть совершенный чек, точность, чек есть. Дальше, квитанции у меня различные есть. То есть я заплатила 130 тысяч рублей на покупку вот этих вот столов и стойки, которые вот машина, то, что говорили, она попала в аварию, понимаете? Там с водителя, а то же, а мне как вернуть деньги, понимаете? Почему вы считаете, что за эти риски истец, не являясь собственником, со собственником вашего бизнеса, должна нести риски? Подождите, а я в чём виновата? То, что машина эта попала в ДТП. Мне даже с водителя взять нечего. Он оказался просто деревенским пьяницей, понимаете? Он даже по ОСАГО не зарегистрирован. И эти 130 тысяч рублей, там такая авария была, что просто вот, ой, это документы, чеки, квитанции, вот у меня эти документы, да? Соответственно... Бывает такое, ну риски, да, предпринимательские риски бывают. Именно так с прибыли же я обещала. Откуда прибыль? Одни расходы, одни убытки. Там от мебели ничего не осталось, понимаете? Я всё это на себе, понимаете? И мебель пришлось выкинуть прямо там на месте. Мебель, ладно, вот это что у вас тут в контейнере лежит? Это в контейнерах всё, что осталось. Ваша честь, честное слово, я всё это сама делала. Всё, что осталось от салона от вашего? Это всё, что от салона осталось? Да, это не смешно, это действительно. Вы знаете, сколько я заложила? Потому что ремонт так и не удалось мне доделать. Потому что они обещают рабочие одно, потом, например, проходит месяц, они за этот месяц даже половины не делают того, что обещали. Плюс хозяйка поднимает цену аренды, помещения, которые я арендую. Соответственно, я отдаю эти стройматериалы в зачёт этой аренды. Инда Николаевна, ну я всё, я вас по-человечески прекрасно понимаю. Да ко мне это что делать? Так сложились обстоятельства. Но ещё раз говорю, если вы не рассчитали свои силы для того, чтобы одно... Пожалуйста, помогите, ровно, то, что у меня осталось. Вот лампа, у меня есть чеки тоже. Да заберем, чего нужна она мне? Вот лаки все, пилки. Ваша честь, можно сказать... Простите, Ваша честь, всё, что осталось. Вот эти чеки, она врет, врет, суду не краснеет. Всё, это половина. Все вот эти чеки, забирай себе. У меня есть чеки, Ваша честь. Это не нужно совершенно. Послушайте, пожалуйста, посмотрите. Ваша честь, у меня есть чеки на лаки, мы не турнили надежности на пиццы. Это 20 тысяч рублей, Ваша честь. А у ясса есть долговая расписка, вами подписанная, с обязательством возврата денежных средств. У меня больше нет вопросов, суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Татьяна Юрьевна, когда вы писали контракт, вы читали его? А я имею право, я знаю, что я имею право, если на муж военный. Отмена крепостного права, похоже, не коснулась некоторых работодателей. Они до сих пор уверены, что их сотрудники – бесправные и бессловесные рабы. Суду придётся вернуть таких руководителей в реальность. Я же с ним расплатилась за телевизор, за плазму 3000, я ему со своей карты перевела. Ты орёшь, наш хорошо слышно. Истеричка. Спасибо, Истин. Женщина выгнала сожителя и была уверена, что на этом отношения закончились. Но не тут-то было. Бывшие любовники оказались в суде. Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, выслушав объяснение сторон, установив все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора, решил иск удовлетворить, взыскать соответчице в пользу юстиции сумму долга в размере 200 тысяч рублей. Суд в полном объёме удовлетворяет заявленные исковые требования, потому что суду представлено доказательство долговых отношений между юстицей и ответчицей, а именно собственноручно написанная и подписанная ответчицей расписка о получении ею от истицы денежной суммы в размере 200 тысяч рублей в долг с обязательством возврата. В расписке срок возврата не указан, поэтому в данном случае в соответствии с частью 1 статьи 810 Гражданского кодекса Российской Федерации долг должен быть возвращён в течение 30 дней со дня предъявления требования о возврате этого долга. Истица более месяца назад предъявила ответчице требования о возврате долга, однако денежные средства истицы возвращены не были. Ваш иск удовлетворён. Суд огласил своё решение, дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить. Мне абсолютно наплевать, где она возьмёт эти деньги, но на эти деньги я открою самостоятельно свой салон. Я, честно, я даже не ожидала, потому что в расписке я указала, что с прибыли хочу возвратить деньги, но прибыли нет, всё пошло не так. Бери все! На гроб копила! Всё продаётся и покупается. Меня продали как какую-то вещь вместе с квартирой. Любовь. Конечно, хочу денег! Ещё бы! Моя любовь дорогого стоит! Тело. Ну, может, пристав хотя бы потрогать? Вам принципиально установить истину, или чтобы кто-то попробовал вашего? Мне принципиально установить истину, а как мы её поймём, если нет тактильного контакта? Душа. Видите, на что мы пошли, Ваша честь? На потерю дружбы, верности, чести. И всё ради денег. И всё ради денег. Битва за деньги продолжается. В этом суде перебивать могу только я. Для вас эта услуга платная. Окончено слушание дела. Значит, мы будем подавать иск на вас. Истец требует возместить затраты на обучение работника пропорционально неотработанному времени. Ответчик иск не признаёт и утверждает, что у неё нет такой возможности. Пожалуйста, доверенность на представление интересов. И слушаем вас, Людмила Борисовна. Ваша честь, я главврач больницы скорой медицинской помощи номер один. По данной мне доверенности выступаю как раз за наше учреждение. Действительно, мы выучили молодого специалиста, Татьяну Юрьевну. Дали ей образование. После того, как она закончила ординатуру, на выделенные нами деньги, она стала врачом, иммунологом, аллергологом. Это узкая специальность, но очень необходима нашей больнице. Девушка подписала контракт. В течение пяти лет она обязана отработать то, что мы её обучали. Но она нарушила контракт, умышленно нарушила наш контракт. То есть она взяла и родила ребёнка, ушла в декрет. То есть специально, что ли, родила-то? Мы её ждали после декрета. Так. Но она вышла замуж за военного, за контрактника, которого отослали после его обучения, да, на Дальний Восток. Теперь она... Я её что-то специальности, что ли, выбирала-то? Собирается уезжать. То есть получила специальность, при помощи которой она получает больше денег. Обязана была отработать пять лет у нас в учреждении. Отработала всего год и собирается уезжать. Так, давайте мне договор на обучение в ординатуре, трудовой договор и приказ об увольнении. Об увольнении, приёме её на работу. Вы уволились по собственному желанию, да? Да, я подавалась явлению по собственному желанию. Ваша честь, мы свой договор выполнили. Мы предоставили и прохождение практики, и бесплатное обучение, и место на работе мы предоставили. Мы её ждали, чтобы она к нам вышла и начала работать. Наши больные вынуждены уезжать в область, чтобы там лечиться. А она в декрете сидит. После декрета выходит замуж и собирается к мужу уезжать. Что же для личной жизни теперь нельзя иметь? 350 тысяч мы на неё потратили. Дали образование. Она бы без нашего образования была бы просто в поликлинике, врачом общей практики. Не более того, на зарплате 15-20 тысяч. При помощи нашего образования она получает 30 тысяч. Но это бы не помешало в любом случае ей выйти замуж и родить ребёнка. Ваша позиция понятна сюда. Ваша честь, я не согласна с иском. Почему? Потому что, во-первых, я год работала, честно, хотя мне не предоставили даже квартиры. Койки не предоставили. Я живу в тысячу километров. Койки это не указано. По условию контракта бесплатное обучение, предоставление практики в нашем лечебном учреждении. И по условию контракта отработка 5 лет. То есть она уже приходит на рабочее место. А вы когда контракт заключали с ответчиком, вы не знали, что ей фактически, да, жилого помещения, кроме съёмного, у неё нет возможности жить где-то? Вы знали об этом? Она же подписала контракт. То есть вы могли, если для вас это такой ценный сотрудник, да, вы его согласились обучить. Если вы оплатите 350 тысяч за его обучение, чтобы потом он у вас работал, ну как? Мы же с вами писали вместе письмо мэру города. Вы же понимаете, что эта обстановка, ну, в стране везде. Так, а я и терпела. Я же не могу к себе вас на угол взять. Ваша честь, я терпела год. Уважаемые представители сцены, при чём здесь обстановка в стране? Мы рассматриваем конкретно ваш случай. Вы говорите о том, что ваши же пациенты ездят в другой город. Там лучше обстановка, значит, нежели у вас, если вы не можете свои кадры удержать. Мы свои кадры удерживаем. Где должен, какая зарплата у ответчика? Какая у вас зарплата? 30 тысяч у меня зарплата, и 15 тысяч платят за квартиру. 15 тысяч платят за квартиру. Да и она может три ординатуры закончить, если нет условий для работы. Но дело в том, что в нашем городе 30 тысяч – это хорошая зарплата. Да, я первое время согласилась, потому что я хотела получить зарплата. Может быть, она и хорошая, если половину из неё не тратить на съём жилья. Может быть, она и хорошая в вашем городе. Ваша честь, мы с ней вместе писали, я просила у мэра города о предоставлении жилья. И чем это закончилось? Нам его не дали. Я терпела, в общем-то, мне устраивало, и я хотела получить этот опыт. Но потом у меня изменились обстоятельства, я вышла замуж, я родила ребёнка. Да, я ушла в декрет. Я не могла этого как-то… Они говорят, что я нарочно это сделала. Сначала родила ребёнка, потом вышла замуж. Никто не оспаривает ваше право уйти в декрет, по уходу за ребёнком. Вот не об этом сейчас разговор. У меня муж, да, у меня муж лейтенанта. То есть он у вас направлен был по месту службы какой-то другой… На Камчатку его отправили служить, да. Есть приказ о направлении? Да, вот и приказ, всё, все документы здесь. Вот и свидетельства о браке, о рождении ребёнка. Он тоже молодой специалист. Денег ему не только. Так, а вы сейчас-то где проживаете? Я также снимаю жильё в этом городе. А почему вслед за мужем не уехали? А меня не отпускают. У меня нет 280 тысяч, они с меня требуют. А мне с ребёнком на 15 тысяч просто… Когда Татьяна Юрьевна… Нет, подождите. Муж сейчас служит на Камчатском крае. Там ему какое-то жилое помещение предоставлено. Нет, он там тоже снимает. В итоге я здесь снимаю, он там снимает. А вы к нему-то вообще собираетесь поехать? Я хочу к нему поехать. Во-первых, я здесь одна. Сейчас ещё ребёнок, наверное, маленький, да? У меня ребёнок маленький, да. Ему отец нужен, мне поддержка нужна. Мне… Так можно проще здесь отработать 4 года и поехать туда. Я просто, я как к балу какую-то попала. То есть вы предлагаете отработать на вас 4 года, а потом только воссоединиться с мужем. Там ребёнок подрастёт, да, уже 4 года будет. Как я 4 года здесь буду одна? Ваша честь, я без денег и без поддержки, без какой-либо. Татьяна Юрьевна, когда вы писали контракт, вы читали его? Это контракт. А я имею право. Это не фигурная грамота. Сюда больше нет вопросов, удаляюсь для принятия решения. Прошу всех встать. Конечно, обманула всех. Далее в программе. Я же с ним расплатилась за телевизор, за плазму 3000. Я ему со своей карты перевела. Ты орёшь, нас хорошо слышно. Истеричка. Спасибо, Истин. Мужчина переехал жить к соседке и перевёз к ней свою бытовую технику. Спустя полтора месяца женщина выгнала сожителя, но вещи отдавать не желает. Утверждает, что заплатила за всё. Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, выслушав объяснение сторон, установив все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора, решил. Иск о возмещении затрат, понесённых истцом на обучение ответчицы оставить без удовлетворения. Суд не удовлетворяет заявленные исковые требования по следующим основаниям. Между сторонами был заключён договор об обучении ответчика в ординатуре за счёт средств работодателя. А затем и трудовой договор, в соответствии с которым ответчица обязана была отработать в организации истца после окончания обучения 5 лет. В данном случае ответчица уволилась по собственному желанию, не отработав предусмотренный договором 5-летний срок. Однако причиной увольнения ответчицы явилась необходимость изменения места жительства в связи с направлением её мужа, который является военнослужащим, к новому месту службы. Статья 249 Трудового кодекса Российской Федерации устанавливает только одну прямую причину взыскания с работника средств, потраченных предприятием на его образование. Это возможно лишь в случае досрочного увольнения работника по неуважительной причине. При этом бремя доказывания серьёзности обстоятельств, принуждающих человек уволиться, лежит на работнике. Ответчицы представлены суду доказательства уважительности причин своего увольнения, а именно свидетельства о заключении брака и приказ о направлении супруга для прохождения службы в Камчатском крае. То есть причиной увольнения ответчика явилась необходимость переезда вслед за супругом. Поэтому суд признаёт причины увольнения ответчика уважительными и в иске о возмещении работодателя затрат на её обучение отказывает. Понятно, да, решение суда? Понятно, решение суда, да. Ну вот, естественно, мне кажется, всё-таки как-то обеспечить ваша больница должна обеспечить достойные условия проживания и труда тем специалистам, которых вы вот и учите ещё за свой счёт. Да если бы даже и было бы, она бы всё равно уехала. Ну так сложилось, всё равно бы уехала. Суд огласил своё решение, дело закрыто. Прошу всех встать. Ты нас обманула, понимаешь, что вместо тебя мы должны другого сотрудника. А вас не слышат, так же давать деньги. Решение суда. В иске отказать. Кто придумал эти законы? Ну, их нарушать тоже нельзя. Будем выращивать специалистов со своего персонала. Я очень рада, что суд справедливо решил мою пользу. Это просто гора от плеч. Истец требует вернуть имущество из чужого незаконного владения. Ответчик иск не признаёт. Утверждает, что купило это имущество. Пожалуйста, Кирилл Егорович, слушаем вас. Ваша честь. Благодаря хитрому плану вот этой вот женщины... Отленщицы? Да, простите. Я лишился своего имущества, ценных вещей, а именно плазменного телевизора, стиральной машинки, маленького телевизора кухонного и микроволновой печи. Общей стоимостью на 128 тысяч 100 рублей. Значит, прошу здесь чеки и... То есть всё имущество приобреталось вами, да? Совершенно верно, да. Честности он лишился. Передайте мне, пожалуйста, документы, подтверждающие ваше право собственности на данные вещи. Телевизор стоил 52 тысячи, компьютер 36, микроволновка 8200, телевизор маленький 9600 и стиральная машинка 22300 рублей. А теперь, почему оно находится в незаконном владении ответчика? Да, значит, дело всё в том, что полтора года назад я развёлся. Со мной, Ваша честь, слава Богу. Да, безусловно, конечно. Бог отвёл. Со своей женой Мариной. Так. Я узнал, что она мне изменяет. Естественно, тут же сразу же я подал на развод, и после всех процедур она забрала кое-какое... Сказочник. Ответчик. Она забрала кое-какое имущество, и я всё это за эти полтора года, я всё это имущество себе приобрёл. То есть, соответственно, то, что я вам передал. Телевизор, плазму, микроволновку и так далее. Через какое-то время ответчица начала обильно меня обхаживать. Ваша честь, разве такая женщина, как я вообще, вот с таким оладухом вообще, будет дела какие-то иметь? Вы меня спрашиваете? Господи, я управляю. С кем вы будете иметь дела? Ты себя в зеркало-то видел? Так, ответчик. Мы потом послушаем, с кем вы готовы вступить в отношения, с кем нет. Завид, истец. Завид, истец. Ален Делон. Отпекает. Дальше, дальше, дальше. Значит, и всячески обхаживать, то есть, ну, набиваться, так сказать, мне в койку прыгнуть. Да-да-да-да, так все и было. Ну, естественно, я человек, парень невидный, разведен, холостяк, хорошо зарабатываю, занимаюсь ремонтом квартир. Начали жить вместе. Договорились, что квартиру мою я буду сдавать. И деньги, деньги в общий бюджет на построение семьи решили дом приобрести. Глупец, на что я рассчитывал. Действительно. Да, даже подали заявление о заключении брака в ЗАГС. Вот, пожалуйста, есть заключение и договор о найме квартиры. Это вы свою квартиру сдавали, да? Да, свою квартиру сдавал. И почему же дело до брака-то не дошло все-таки? Случилось, случилось страшное. День рождения у друга, ну, немножко задержался, немножко выпил. Она мне устроила истерику, мой алкоголик, пропоится. И выставила мои вещи на лестничную площадку. Какая нормальная баба вообще с тобой-то будет? Да какая ты нормальная уже в конце концов. А что, на ненормальную-то? Да заткнись-то уже нормальная, нормальная не так. Простите, ваша честь. И прихожу, вещи валяются на лестничной площадке, а бытовой-то техники нету. В квартиру двери не открывает, на звонки не отвечает. В подъезде ее поймал. Говорю, как так-то? Эт одинокую женщину каждая о нем не может. Рассказывает мне, что я то подарил ей эти вещи, то продал. Ваша честь, на 128 тысяч техники подарить. Да она глушная, твоя техника. Я еще пока в своем уме, чтобы делать такие вещи. Поэтому я хочу, чтобы здесь сейчас уважаемый суд разобрался и обязал ответчицу вернуть мне мои вещи. Я вас правильно понял? То есть вы во время совместного проживания с ответчиком, пока вашу квартиру сдавали, ваши личные вещи, вот в том числе эту технику, перевезли к ответчику. Совершенно верно. Месяц с ней пользовались, потом она вас выставила, но вещи оставила себе. Так и есть. Вы сейчас проситесь требовать из ее незаконного владения. Да. Позиция ваша понятна суда. Ответчик, иск не признаете? Я... К чему имущество не отдаете? Я, извините, ее купила за свои кровные деньги. У кого? Я не в Газпроме работаю. У ИСА? Это неудивительно. У ИСА купили ее? Я, конечно, у него приобрела вашу честь. Каким образом вы его купили? Что-что, знаете, а наговаривать зря не буду. Рассказываю, как было делать. Да рассказывайте уже, отвечу. Рассказывайте. Начнем с того, что Кирилл вообще и жену-то свою первую, Маринку, которая является моей подругой, кстати, хорошей до сих пор, он ее потерял и профукал в свое счастье именно потому, что он пьет, и у нее, когда нервы сдали, она, естественно, от него ушла. Это не он ее пинком, а она сама ушла. И лысый он, потому что, когда пьяный был, она его на лысо-то и побрила. Ну-ка, не было такого. Из-за полтора года ничего не отросло, да? В общем, ладно, Ваша честь, это к делу не имеет отношения. Я очень рад, что вы это понимаете. Знаете, мне как женщине тут стоять и... Вам выговориться негде, я так понимаю. Нет, я с этим не выговорю. Я продавцом работаю, знаете ли, в продуктовом магазине. За день так, языком там... Перед алкашами. Какая тебе разница? Я так понимаю, это у вас профессиональная привычка просто, да? Разговаривать, естественно, с... Тогда давайте разговаривать по сути заявленного иска. По сути. Побочные действия. В общем, плазменный телевизор, техника. Я не знаю, куда он там заявление с кем писал. Я с таким алкоголиком, чтобы в ЗАГС пошла. Посмотрите, такая женщина, как я, разве может вообще с таким мужчиной быть? Уважаемый ответчик, но не в магазине вы, а в суде. В суде. По технике, как техника у вас оказалась. Вы говорите, вы ее у истца купили. При каких обстоятельствах вы ее приобретали у истца? И так, значит, дело обстояло следующим образом. Вот когда Маринка-то его бросила, он вообще забухал по-черному, честно говоря. А работать он... Раньше, да, он ремонтами занимался. Весь подъезд это знает. Ремонтами занимался. Вот. Деньги были у него, не скрою. Так вот, ремонтами прекратил заниматься. Сбережения-то у него быстренько закончились. Понимаете, он пошел по соседям. Личный мой бухгалтер, что ли? Так, предлагать свою технику. Вот ни одна дура с ним и дурак не связался, только я здесь оказалась. Теперь выслушиваю все эти оскорбления. Так вот, притащил он мне как-то плазму. Вернее, пришел сначала сам. И говорит, купи у меня плазму. Я говорю, ну давай, сначала нужно проверить, работает, не работает. Включаем, поднимаюсь к нему, включаем, а она не работает. Ни от пульта, ни без пульта. Вот. Значит, вызывала... И вы ее такую нерабочую купили? Нет, подождите. Я сначала телемастера вызвала. У меня и чек имеется о том, что я мастеру 4200 заплатила за ремонт этой плазмы. Дешево купила, потому что она не работала. Да. Может, она и стоила раньше 52 тысячи. Ну, извините, я тоже на риск шла. И мастер не знала, отремонтирует он или нет. А если вот именно накупила, да? Договор с мастером и чек. Да, у меня есть договор о том, что, во-первых, я ему по карте деньги перевела за плазму. И 4200, то, что отремонтировала я за свой счет. Что значит, по карте перевели деньги? Ну как же, я же с ним расплатилась за телевизор, за плазму. 3000 я ему со своей карты перевела, он на свою... Вот у вас чек. Что ты орешь? Нас хорошо слышно. Истеричка. Спасибо, естественно. Вот как с ним можно разговаривать вообще нормально? Понимаете? Вот говорила мне Валентина Степановна с третьего подъезда, чтобы я с ним не связывалась. И что? Теперь стою здесь в суде перед вами. Надо было Петра Петрова через восьмого подъезда. Еще раз, отвечу. Еще раз. Дело вот так. Купил, я у него плазму. Я говорю, потом вы говорите. Я задаю вопрос, вы отвечу. Берегитесь, ваша честь. Поздно уже ведь. Я забыл, что я хотел сказать. Вы хотели сказать, что я ему оплатила. Значит, вы вызывали мастера. Вызывалась. Чтобы отремонтировать купленную вами неисправную плазму. Да. А вы знаете, как она стала неисправной? Я еще не закончил свой вопрос. Еще вы говорите, что пересылали какие-то денежные средства со своей карты на счет ИСЦА. Да, вон чек у вас решили. В качестве чего? В качестве оплаты за плазму. Три тысячи рублей. Мы с ним о цене договорились. И он мне пообещал тогда, что он вообще не будет претендовать на эту технику. Понимаете, я как дура ему поверила. Все соседи, ни один сосед ему дверь не открыл. Все. Только я. Понял. Истец, что вот это за ремонт плазмы? За ремонт плазмы и деньги, переведенные вам на счет. Ответчику. Дело было так. Плазма моя действительно барахлила. Но. Да он уронил ее, когда я ко мне ее нес. Два раза. Ты что, акустиком на подводной лодке работал? Откуда ты знаешь? Прослушивала стены, что ли? Уронил я. Уронил? Кто ремонтировал плазму? Ремонтировал мастер. Оплачивал ее. Оплачивал ремонт я. Квитанция, естественно, осталась у нее. Он бресет, бресет. Ну мне же не с собой носить квитанцию на ремонт плазмы. Я же в то время жил с ней. Пришел мастер. А денежные средства почему переведены на ваш счет? Денежные средства были переведены на мой счет, потому что в тот момент я был с ее доченькой дорогой на рынке. Ребенка сюда не приплетай. Что значит не приплетай? Это факт. Девочки 18 лет он ее, а она так устричем. Отвечет, вот ты все. Вообще я уже ничего не слышал. Был на рынке с ее дочерью. Покупал ей, помогал ей покупать автомобиль. Ей не хватало 25 тысяч. На автомобиль? На автомобиль. У меня была... Дочка, дочка от Вечки. Отвечет. И вы со своей карты доплатили не оставшуюся. Совершенно верно. У вас есть доказательства этого? Между прочим, да, пожалуйста, вот выписка моего счета. Твоя доченька, между прочим, с тобой еще не рассчиталась. Да я вообще с тобой разговариваю о других вещах. Я с нее еще стребую. Я еще стребую с нее. Да, да, да. Ответчик, у вас свидетель еще заявлен? Послушайте, Ваша честь, вы же мне слова не даете сказать. Я вам не даю слово сказать. А вы у меня не спрашиваете разрешение на слово. Подождите, вы его слушаете? Говорите и говорите. Да нет, голос вам мой не нравится. Я вам расскажу. Дальше же... Вы что думаете? В плазме все дело закончилось. Извините, меня нет. Скоро мембрана в ушах лопнет, поэтому тебе никто не дает говорить. Гад. Свидетель, давайте вашего допросим, потом добавите, если что-то хотите. Пригласите вас свидетеля-ответчиков в зал. Свидетель-ответчиков, идите. Добрый день, представьтесь. Добрый день, меня зовут Тачкина, Татьяна Петровна. Ваша честь, я клянусь говорить правду и только правду. Вот я Конституцию принесла, могу даже поклясться. Вы сериалов, что ли, пересмотрели зарубежно? У нас не на Конституции клянутся свидетели, а свидетелям разъясняется ответственность за отказ от дачи показаний, за дачу заведомого логового показаний. Я вас об этой ответственности предупреждаю. Говорила, я тебе еще здесь расскажу. Это ответственность предусмотрена статьями 307-308 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вы кем приходите за ответчику? Сестра двоюродная. Двоюродная сестра? Так, что по обстоятельствам передачи техники и с том ответчику? Вот, Ваша честь, я еще раз говорю, я клянусь и говорить только правду. Я вас прям вот благодарен вам за это, пожалуйста. Вот сестра моя, она ничего этому пьянице не должна. Я просто свидетельница. Как-то я к ней зашла, чай попить. Сидим и пьем чай, стук в дверь. С баранками. Открывает она дверь, открывает дверь, а там под выпившей вот этот пьяница стоит. И в руках у него стиральная машина-автомат. Заходит он на веселе и говорит, акция сегодня, стиральная машина по 3000 рублей. И только сегодня, и только потому, что Нина ему приглянулась. Вот второй же человек говорит, что я ему нравлюсь, а не наоборот. Забежал сразу, где стоит стиральная машина старая, начал руки за голову закидывать. В руках прям стиральную машину, забежал со стиральной машины. За 3000 и больше такой акции не будет. Вот прям только сегодня. Это вот он тут три дня просто не пил перед судом, знаете, такой стоит. А так он такой разговорчивый, так песни напевает, что не только акцию. Да, я скажу. Послушайте, вы прям вот каким-то алкоголиком тут рисуете. А он такое есть? У него техники на 150 тысяч рублей. Да вы знаете, как он убедительно говорит. Да так невозможно не купить у него. Он так убеждает, что прям хочется купить. Но мы посоветовали сделка-то. Городу отрастил, думает, на Карла Маркса будет. Похоже, умнее будет. Сделка-то выгодная. 3000 стиральная машина. Сразу старую стиральную машину быстро отключил, вынес к мусорным бакам. Все там, все там, быстренько. Подключил быстренько. Шустренько. Разве он... В арделе не убрал я у вас? Не убрал. Разве, если бы был не в меняемом состоянии, он бы смог ее подключить? Нет, конечно. А тут ее подключил, начал поздравлять. Говорит, у вас такая сделка произошла там выгодная. И убежал в магазин. Но я так думаю, что ему не хватало, наверное, выпить. Ну и мы с тобой, конечно. А, и когда... То есть пришел пьяный, сильный, на руках принес стиральную машину. Нет, ваша честь, прав не будем. Сразу ее подключил. Нет, ваша честь, не пьяный. А слегка подвыпивший. Это все относительно. Самое главное, это я забыла сказать, что когда он поздравлял с выгодной сделкой и просил деньги-то передать, ну, у Нины только было 2500. Я ей дала 500 рублей. Лично я ей давала. 3000 мы ему отдали. Он тут же быстро убежал в магазин. Ну, ему не хватало выпить. Это я точно знаю. А денежные средства со своего счета за машину, приобретенную для дочери вашей двоюродной сестры, это тоже акция какая-то была? Я не знаю, но я сестре верю больше, чем ему, и она мне говорила, что, ну... Вы сестре верите. Да, я больше сестре верю, чем ему. Суд удаляется для принятия решений. Вы меня тоже не дослушали. Я тоже еще не все сказала. Я не хочу. Я не хочу ни видеть, ни слышать их в свою любовь. Наркоман обокрал бедную пенсионерку. Женщина сама впустила в дом сына хорошей знакомой и чуть не поплатилась за это жизнью. Да если бы я знал, что к всему этому придет, я бы тебя своими голыми руками задушил бы. Голыми руками бы он задушил. Друг детства называется. Мужчина дал другу денег в долг на лечение от наркозависимости. Но больной отблагодарил кредитора тем, что подсадил на наркотики его сына. Прошу всех садиться. Я сейчас еще аваритне здоровье, господа. У меня ухо не слышит. Тут у тебя еще и вода. Ты что делаешь? Тань, ну а что? Поглашается решение суда, которое стороны слушают молча. Суд, рассмотрев материалы дела, выслушав объяснение сторон, также заслушав показания свидетеля, установив все обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения настоящего спора и оценив в совокупности все представленные сторонами доказательства, решил иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения удовлетворить. Обязать ответчицу вернуть спорные предметы бытовой техники и персональный комплекс. Суд удовлетворяет заявленные исковые требования, поскольку из том, представлено суду доказательства, подтверждающее, что спорные предметы бытовой техники являются его собственностью. А именно суду предоставлены товарно-кассовые чеки, технические паспорта и гарантийные талоны, в которых указано имя ИСЦА как покупателя. Суд исходит из того, что покупатель является собственником приобретенного товара. То обстоятельство, что спорное имущество находится в квартире-отвечице, потому что истец, сдав свою квартиру в найм, переселился со своим имуществом в квартиру-отвечице, с которой он намерен был создать семью, из которой они совместно проживали и вели общее хозяйство на протяжении полутора месяцев, подтверждается представленным суду договором найма квартиры ИСЦА, из которого видно, что истец действительно сдавал свою квартиру в найм. Факт совместного проживания также подтверждается в выписке из банковского счета ИСЦА об оплате покупки автомобиля для дочери-отвечице. В свою очередь, утверждение ответчицы, отрицающей совместное проживание с ИСЦО, о том, что спорное имущество находится в ее квартире только потому, что истец продал ей его, не подтверждается никакими письменными доказательствами. При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что спорное имущество является собственностью ИСЦА. Никто без согласия собственника не вправе владеть его имуществом, поэтому ответчица обязана вернуть все спорное имущество ИСЦУ. А наличие между сторонами конфликтных отношений не является основанием для удержания имущества ИСЦА. Поэтому в своих личных отношениях разбирайтесь сами, но технику всю ИСЦУ передать. А ваша честь, я могу подать суд на него встречный... Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить. Я очень рад, что дура наказана, и я получил свои вещи назад. Ну что ж, я очень разочарована, конечно, и больше никогда не буду верить мужчинам, тем более таким пьющим. Соседу мне сосед плевать. Внимание! Налоговая следит за каждым вашим шагом. Она обслуживала их на дому. То есть ни за что не платит, ни налоги, ничего. Банки блокируют ваши карты. Эти три миллиона я не видела. Ни одной копейки, чтобы мне сейчас сдохнуть. Все хотят отнять ваши деньги. Банки, вернись за машину! Не подходи ко мне! Смотрите, зал суда «Битва за деньги», чтобы не стать нищим. 280% годовых. 280% годовых. У вас не треснет ничего, нет? Выплачивать ничего не буду тебе. Понял? Вот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова